Главное место, только успеваем внутри посмотреть, потом снаружи расскажем. Четыре большие святини находятся в этом кафедральном соборе. Самое главное святини, оттуда отец Памазан светит маслом. Здесь под столбом, под скудом находится хитон Иисуса Христа, хранится здесь. Когда распяли Христа после его смерти, когда после распятия гемляне начали уничтожение одежду Христа и всех убитых людей, вот тогда достался хитон грузинским евреям. Евреи жили у нас долго, больше 20 веков, но об этом еще не во дворе расскажем. Но когда пришли из Израиля о деянии Христа, самая первая, кто встретила их, была их сестра Сидоня. Девушка так обнила одеяния, Иисуса взяла в руках, обнила одеянию от эмоций и отвалений. Сидоня умерла на месте. И здесь ее с хитоном похоронили в первом веке. Прошу, пожалуйста, на иконе расскажем. Вот здесь, как представлено, видите, как построили первую церковь. Прошу, пожалуйста, здесь все как можно поближе подойдите. Видите струбленное дерево? Не все еще. Еще девочки, девочки, еще, пожалуйста, потом можно написать «Саракаус». Потом закроют церковь и не пустят для экскурсии. А вот видите, струбленное дерево на могиле Сидонии. Мы в начале четвертого, когда приняли христианскую религию, когда решили построить церковь, по совету святой Нине, по приказу царя Мириана, на ее могиле было дерево. Срубили этого кедра и началось первое течение. Перезали из кедра семь столбов. Одну колонну не могли никак сдвинуть место. Были вынуждены, остановили и прекратили строительство. И после молитвы святой Нине, рано утром, все стали свидетели такого чудо, что это было явление ангела, как будто с огнем в огне, как колонна поднялась, поднялась в высоко воздухе и опустилась на том же месте, где было срубленное дерево. И отсюда название церкви. Цветисховели – это «животворяющий столб». Так это переводится на русском языке. Икона 19 века. Автор русский иконописец Михаил Савинин. Видите, как все святые Грузии вокруг главной святыни страны, и чтобы все они помолились за величие Грузии, за спасение всех православных народов. Обязательно в каждой церкви Грузии должны быть копии этой уникальной исторической иконы. Напротив хитона Христа вторая главная святиня Святисховели хранится вот здесь. Отойдем поближе. Вот в этом кресте, в самом нижнем части, здесь хранится фрагмент креста Иерусалимского, на котором распяли Христа. Мы расскажем обязательно про Нину тоже детально вокруг, когда обойдем. Но когда святая Нина увидела царскую семью, когда уже странно признала христианскую религию, для крещения народа наш цар пригласили с Константинополя епископов. Собрали всех жителей города, где сли они двух рек – Арагу и Куры. И вот после этого начали крещение народа и строительство церкви. Епископы передали нашему царю Мириану, кроме Библии, чистится креста, на котором распяли Иисуса. И можно предложиться, если хотите, или потом, или как скажем, да, вот можно и потом по очереду. Но пока с учения зайти можно. Просто рассказывать все, понимаете? Давайте сейчас еще посмотрим, где святые мощи апостола Андрея Первославного. И очень интересное место, если у нас нет. Почти то. Хорошо. Вот вы видите, в честь кого освящен этот собор, в честь 13 околсов ассирийских. Идем еще в один предел, где еще продолжат нам рассказывать экскурсию. Во время богослужения еще красиво. Вот эта маленькая церковь святого Николая Чудотворца, где придем, где каждый день, утром и вечером проводят богослужения. А вот этот красивый деревянник, Анастас, это сохранилось в 19-м стойках с тех пор, когда здесь тоже русские священники служили. Анастас камен, это больше грузинская традиция камен. А у славян у всех у вас больше дерево употреблялось. Здесь у нас еще одна реликвия, святение, это маленькая частица святых мощей апостола Андрея Первославного. Мы сказали, что Нину просветительница нашей страны, святая Нину, но до Нину три апостола Иисуса Христа были в Грузии, Андрей Первозвальный, Матвей и Симон Каданид. Наша церковь поэтому и признана апостолская и православная церковь. Симон в Абхазии был похоронен Матвей, у Калаватуми крепость гоню. Андрей скоро потом в Грузию, он дошел и до вас, тоже и до многих еще. И в честь того, что Андрей был в Грузии, что что-то странилось в Грузии от апостола Андрея Первозвального, это мы прислали уже нашему патриарху, это было уже в наше время из Греции, из Патра, и если хотите, можно увидеть, это символизируется с топа, как символ того, что он был у нас, вошел, ходил и проповедовал христианскую религию, постекло бы его святые мощи. Посмотрите, кто не посмотрел, 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 и он перейдет, и он будет облицем каторши цередей, где это колодец такой, а вот здесь на иконе смотрят и наши самые святые и великие царины, царь Давид и царица Тамара. Как вовремя нужно было бы это делать, чтобы спасли православных народов. Централизованная, сильнейшая монархия, 10-11 миллионов было тогда нас, представляете? Вот и что я грел в полах могилы, первый раз здесь увидел. Сейчас еще посмотрим в другом пределе, и уже начинается служба, поэтому нас просят немножечко ускориться в экскурсии. Сейчас начинается уже вечернее богослужение. Обратите внимание, когда будут еще эти интересные подсвестники необычные. Здесь находится колодец. Это очень интересный колодец, который назывался колодец телепророка. До строительства первой церкви здесь в этом саду был этот колодец. Около колодца по преданиям известно, что здесь хранится мантия пророка. И в Москве беженцы этого пророка. И по близости мантии похоронили Сидонию с Китоном-Клиста. Когда в 11 амеке этот большой собор построили, в одном храме объединяется старого и нового завета реликвий. История двух заветов, двух народов, как связанная берега Леденок, это будет называть с алтарем Иерусалим на святой храм Грузии. А вот отсюда можно подняться на втором этаже в комнате помещения, где народ мог прятаться. 600 человек могут там прятаться, а люди внутри ограды защищают. Вот такое интересное место. Здесь в одном храме четыре алтаря. Главный альтар – двенадцать апостолов. Этот предель или пророка. Мы были в церкви Николая Чудотворца. Здесь еще одна маленькая церковь, там, где копия храма Группа Господня, когда мы пройдем, там обязательно увидим. Но хочу обратить внимание, когда мы видим отсюда на южной стене фреска, где Иисус, ангели, звезды, знаки Зодиака тоже вместе. Но это не гороскоп, а это псалмы Давида Пророка. Стосу рука своей псалты, что солнце, луна, звезды, святели, что все жители земли, что всякое дехание дославит Господа. Вот такая уникальная фреска сейчас мы подходим к храму как бы такой имитации гроба Господня. Как бы старые вот фрески, которые остались в росписи. Здесь основатель Сбилиси и последний царь похоронен. Про них мы снаружи расскажем. Вот сейчас вы увидите, есть вот где хитон Господа. Вот подсвечники, то, что я вам говорил, такие оригинальные. А вот здесь мы видим гроб Господень. Видите, как кувуклия прообразно. В Диангуре Пасхане начинается на цитинский тон граница там ландия и корока. В этом библейских реликвиях часть Старого Иерусалима повторили маленькую копию, копию губокли. Фрески, к сожалению, были уничтожены. Как во время атеизма эпохи, во время царской империи тоже красили звездью. Только фрагменты 17 века. Видно там Иисус, проповеди Христа, император Константин, и царица Елена. А фреска алтаря спасителя и апостолов это переписано в 19 веке. А тут фрагмент 17 века, который был там, где знаки за диакобы. Это купель Кандия для крещения. По традиции полностью человек залазил и окунали его полным погружением. Города Муцехета больше 9 веков. С 4 века до нашей Ерии, до начала 6 века нашей Ерии был политическим, экономическим, религиозным центром Картвельско-Иберского государства. А до этого еще отдельно были две древние грузинские государства. Государственность Грузии начинается с 1-го тысячелетия, с 1-го тысячелетия до нашей Ерии. Но тогда отдельно было. Западная Грузия называлась Алхидай, восточная часть называлась Иберия. Жители этих двух регионов всегда грузинские народы были, грузинское происхождение, но на разных диалектах говорили, чуть раз не традиции имели. И поэтому и легко произошло, более-менее легко произошло объединение Картвельских народов, пятино-иберское государство, столица Мцехета, как уже сказали, в 4-м веке до нашей Ерии. В начале 6-го века отсюда столицу в Велисе перенесли. И с тех пор и до сих пор Мцехета считается как религиозный духовный и церковный центр в стране, как святая столица, как патриарши Божьи. Называют тоже, да. Когда Мцехета был столицей Грузии и до нашей Ерии, не здесь была в Велисе. Вот видите, где этот железный крест стоит? Там стоял идол солнца. Как все народы, мы тоже были язычники, идолам поклонялись и резиденция, замки, крепости, жиль, помещения. В эту сторону, за этими горами, Армазское ущелье начинается, называется, на другой стороне Кури была древная Мцехета. Кстати, там была очень интересная резиденция наших царей, построена вот когда объединили страну уже в 4-м веке до нашей Ерии, 3-м века до нашей Ерии, в начале этого. Очень интересный комплекс там, где был Исеческий храм, Вильный Паграм, большая резиденция и даже римские бани были уже во 20-м веке в 3-м веке до нашей Ерии была в стране система водоснабжения и бани. Еще Мцехета, когда столица Грузии до нашей Ери в 3-м веке была создана грузинская письменность, алфавит. В мире есть больше 7 тысяч языков, а письменность, алфавит 14, а грузинская одна из этих главных 14-го алфавита мира. У нас 3 раза такая сильная разница третий поезд. Если мы не изучаем специально этого сложно очень прочитать. Ну, как и у вас, и у нас древнегрузинский и древнеславянский употребляется в церкви. Там они, священнослужители, читают, конечно. 325-й год, говорят, уже последнее время, когда Грузия приняла христианскую религию как государственную религию. Это говорят с тех пор, как был обнаружен список в Ватикане, обнаружен документ такой, что кто принимали участие в городе Никея, когда было самое первое собрание, это они рассказывают про нас, что из Грузии были митрополиты и епископы отправлены. Если уже митрополитов мы отправляли, значит, как минимум, если не раньше, в 325-м году должна была уже у нас христианская религия. А как известно из истории, святой Нине понадобалось 6 лет, чтобы она убедила царя и царскую семью. Она пришла к нам из Константинополя, из Византии. Почему именно в Грузию она вошла? Почему не перешла в странах Кавказа, Северного Кавказа или Квам на территории Киевской Руси или Вармелии не осталось, потому что она должна была найти страну Хитона Христа, чтобы она внесла христианскую религию в страны, где Хитон Господень хранился, которая была, это было благословение Богородицы, чтобы Нина вошла в Грузию. Святая Нина, вы, наверное, знаете, что Святая Нина двоюродная сестра Святого Георгия Мученика. Их отцы были братья, военные полководцы, которые служили императором Диуклидеяна тоже. Георгий был любит за то, что из такой известной семьи полководец стал христианом, этого не просили, он стал мучеником, да? А когда уже изменилась эпоха, когда уже Константин стал императором, он прекратил гонение христианов, отец Святой Нины решил стать монахом. Дом, богатство, все, что он имел продали и отдал бедным, и мать тоже, когда стала монашкой, девочку маленькую, еще ребенка в церкви оставили. Вот потому, что она с самого детства в церкви росла, как религиозно изучали Библию, историю религии, существует такое предание, что ей явилась сама Престая Богородица, и это она назвала ее равноапостольную форму креста, вот который, вот видите, такой большой крест стоит символически, копия креста Святой Нины из виноградной лозы, это Престая Богородица вручила ей и благословила такими словами, чтобы она нашла страну Бежскую, где хранится Хитони, чтобы она, чтобы этот крест, она боялась, конечно, но такими словами и благословила, что этот крест будет тебе и станет щитой и оградой против всех видимых и невидимых врагов, ты сможешь этого, и после такой благословения она собрала еще других женщин, по-разному рассказывается из разных источников, где 10, 12, где-то 20 женщин рассказывается, но только 3 дошли до Армении, остальные убили их, отстали или передумали, их именно неизвестно, но 3 именно известно из армянских источников тоже, они же должны были через Армению перейти, чтобы дойти до Грусии, но в Армении был такой царь Трдат, язычниками были конечно все, как мы тоже, и он когда узнал, что христианки появились и начали проповедовать новую религию, он приказал найти и убивать, казнить всех троих, но на одном месте они прятались, но этих двух нашли бедных, но Нину не могли найти, она потом сбежала оттуда, но этих двух убили, к сожалению, по приказу армянского царя Трдата, но Нина продолжает, она перешла границу Грузии, Армении заходит Грузия, по приказу царя Амириана, а его тоже изгнали из города, 6 лет, как мы сказали, она была всей, чтобы она увидела царскую семью, недалеко от сюда находится женский монастырь, сам Тавру, вы наверное будете, там тоже уже святое место, до монастыря, а были уже там, вот где дорога проходит, до монастыря и ущелья, вот примерно там, сверху тогда с гор начиналась ограда, и так проходила ограда, крепость, на которой соединялась до крепости Бебрисиха, увидели там, что крепость видна была, до ногари, на север, а приказу царя открыли с врата и изгнали ее из города, с оградой древней столицы, был тогда, нынешнего монастыря, территория, где сейчас монастырь, там был ежевичный сад, где она пряталась, поселилась у садовников, где она начала проповедовать христианскую религию, исцеляла, в основном рассказывала очень интересные истории, проповедовала Библию, старалась убедить жителей города, чтобы они отказались от исчезства, величила и спасла умиравшую царицу, первая царица поддерживала, но царь Мирян очень злился, он никак не принимал христианскую религию, тем более, когда он узнал, что и царица поддерживала ее, однажды есть такая история, что он специально придумал охоту, мешали из города, сам специально ушел отсюда, и здесь слугам, воинам приказал, что до возвращения царя, чтобы нашли эту христианку, и ну так напугать, ну казнить, не убивать этого, тоже добавили, но изгнать за границей, Грузии, так, чтобы обратно никогда не посмело вернуться, но во время охоты чуть не умер сам, сильное затмение солнца произошло, не только затмение солнца, град, дождь, гроза, мольня здесь, во время мольни разрушился и дал солнце, рассказывает, отца расслед, отстал от своих воинов, умирает человек, остался один, отстал от воинов, и в дремучем лесу, тем более ослеп, и как он не молился, просил помощь своим идолам, но как он не признал свою ошибку, и не попросил прощения и помощь Христа, он такие слова произнес, что упал на колени и сказал такие слова, что если меня спасет Бог Святой Миле, и не умру, буду признавать, что сильнее, чем мои идоли, действительно Бог Святой Миле, Христос, я тоже приму христианскую религию, даже храпострою для ее Бога, как только он имя Иисуса произнес, правда как будто ничего не происходило, все так успокоилось, и солнышко появилось, и зрение вернулось, когда он, ну так хорошо заканчивается, все еще его здоровье возвращается в городе, потом он приказал найти милану, и для казни, а чтобы узнать, как надо было проводить крещение, вот после этого было, мы там видели честь Иисуса Христа, что наш царь пригласили с Константинопола епископов, начали крещение народа и строительство церкви, собрали всех, где слияние двух рекорах, как в Иерусалиме, в Иордане, у нас тоже, как и у всех, первое крещение в реке проводили, после крещения на горе, срубили дерево, старое большое дерево, красиво видно было на горе, и с дерева и на том же месте, как приказал царь Мириан, огромный деревянный крест поставили, как символ новой христианской религии, монастырь над крестом, 586 года, представляете, 1400 лет твари монастырю, хотя такой маленький, скромный, аскетичный, тогда еще не было роспись, поэтому не расписано, новые специально они добавили росписи, чтобы храм оставался в древнем аскетичном стиле, удивительно наоборот, то, что в то время, в 586 году, сколько государств они существовали, ну где была Америка, и некоторые страны, что вот у нас и письменность было, и христианство было, и вот такие уникальные сооружения строили, которые в храме зашли внутри, а или не были еще, внутри храма нет перегородков, нет колонн, абсолютно открытый интерьер, подкупальное пространство, с четырех сторон, полукругленниками, образуется в плане форма креста, и над этим поставлено для 584 тонн казочек, это было удивительное, сложнейшее решение, это тоже крестово-куполного типа, но уже 11 век, это понятно, что уже здесь все строили такие сооружения, и не случайно, Джуари монастырь, под особенный контроль ЮНЕСКО, а вот в этих двух местах, где вы были уже, в Сан-Тавро и здесь, сперва маленькие деревянные, построили часовник, потом в пятом веке уже здесь, на месте маленькой деревянной церкви, царь Вактамбургасали, тот, который мы успели, там увидели, огромная надгробная плита, что лежала там, мрамор, увидели белая плита, это основатель Твилиси, он один из великих царей из истории Грузии, во второй половине, пятого века, 15 лет он стал царом Грузии, никто не сказал бы, что это 15-летний мальчик, потому что, знаете, сколько был рост там? 100-2-40, богатырём, великаном, а когда выходил этот воин, ну, воином был таким умным, великим полководцем, когда выходили на поле битвы и одевали ещё страшный большой желез, в ничьей форме, вольчьей голове, и они далеко кричали, горгасал, горгасал, а это по-персидски, вольчья голова, так предупреждали друг друга, что берегитесь, вот вольчья голова появилась, рассказывают летопись, это не легенда, правда, что с одним ударом меча, разрубался одни косло, садью пополам, 2 пута 32 килограмма, было только медь, 45 лет он царь, что он 45 лет был непобедимым, сильным, таким великим царём, что самая-самая большая его заслуга, больше, чем строительство, отвелись, это была автекефалия Грузинской Православной Церкви, что огромное значение имело для расцвета Грузинской Православной Церкви, что уже возрастло число христианок, и вводили Библию, на равном языке, имели право в переварении, и это он построил здесь, сказал, что, приказал, чтобы маленькая церковь недостаточна, чтобы большую базилику построили для патриарха Грузии. Базилика, вот этот час, видите, второй уровень храма, вот это была базилика такой формы и размера, то такая же продолжалась до последней пристроенной крещи нижней, а внутри, что представить, до алтаря, где вот цари были похорон, где денежный алтар, там был фасад базилики, но, значит, основная часть корпуса храма, нижняя часть, осталась с 5 века базилики, потому что полуразрушенная осталась базилика во времена шрифья рабов в 10 веке, и на этих стенах, колоннах, и на корпусе базилики сверху достроили переделано было уже в огромное крестово-купольное типа сооружение в 11 веке, в 1010 году начали, и вот в таком виде уже стоит храм в тысячу лет, в 1029, в 1029 закончили, за 19 лет, без техники, без темента, построить такой большой храм, построили ограду, которая еще, еще была раньше, чем сейчас, видите, колокольню, надходом в блю, это была углу президентия патриарха, вот здесь еще предели были по обеим сторонам, здесь жили патриархи Грузии, здесь проводили коронации царей, интронизации, мироводения, отливания или венчания царей, мы увидели там, что так ходит народ по могилам багратионов, что не обращают даже внимания, что мы по могилам ходим, как это их завещание было, низкое смирение, чтобы унизились перед Богом, разве не большая честь, быть похоронили в земле святой церкви, где хитонисуса Христа захоронили, в некоторых церквях не хранится, так у хитон Дога здесь, но все-таки они так хотели, больше низкое смирение, чтобы унизились перед Богом, для искупления грехов, я вам показывала на больших иконах царя Давида и царе Сутамару, у нас не было второго такого святого и великого царя, как царь Давид, ну знаете, что как совершал, что я не достоин, что внутри церкви похоронили, я самый грешный человек во всем мире, я вам попросил, официальный документ существует, что перед входом, снаружи, где вот перед порогой, но снаружи, чтобы каждый грузин, оптар ногами мою могилу, чтобы на сердце мое наступали, вот переходили и так заходили в церковь, и так попросил самый святой царь, 2-18 ростом царь, который 16 лет стал царом Грузии, 36 лет царствовал, так что объединил страну, победил всех врагов, внутри предателей, снаружи тоже 400-тысячную коалицию Турксачуков уничтожил, 56 тысяч было христиан, а в нас очень мало было, кто не помогали, кавказцы, крестоносцы, 200 французов даже, но 56 тысяч вот и в 400-тысячной коалиции, что решило судьбу нашей стране и будущей, да, вот этот святой царь, и такие еще много были, не такое количество, но 200-300 тысяч, 100 тысяч, так, к сожалению, так много было врагов, когда нападали на нас, но вот именно во время царя Давида начинается усиление, вот создание централизованной, сильнейшей монархии, империи, когда от Черного до Каспийского моря дошла граница Грузии, а при царе Сетамаре уже до Трапсона тоже были наши территории в Сирии, в Греции, в Болгарии, а царец Сетамара и его правнучка, да, в Сирии, в Греции, в Болгарии, в Рубине, в Палестине, в Иерусалиме строили своей церковой, другим народам помогали, других кавказских народов, границы защищали, даже наши Багратони, такая сильная была наша страна, но потом, после этой эпохи появились Монголи, Татар-Монголи, Чингисхани, Тэмурлани, или Татамирлани, или кто не нападали, как на нас и на вас тоже, вы тоже пережили этого, к сожалению, но они остановили все христианские народы и страны, именно кавказских народов в развитии, но мы, например, от Монголов меньше пострадали, чем от Османов, потому что еще страна большая была, еще это была эпоха внуков царицы Тамарь, и самостоятельно смогли бы изгнать из страны, но где-то сто лет не прошло спокойно, что Османская империя, когда завоевала Византию, начали на нас тоже с западной стороны Османская империя, с Восточной Иранской империи, это была правда апокалипсис, эпоха была для Грузии, что больше 200 лет, представляете, как вы смогли этого перейти, что нападали, воевали, изгоняли опязну, чтобы сохранили землю, христианство, куда не было, как все жилы, не было без патриарха и без царя, умирали за православие, умирали за христианскую религию, это было в первую очередь православие и самовидность, что нам давало нам ответственность, мотивацию, что мы защищали землю Хитона Христа и защищали удела Престой Богородицы, и мы не имели права уступить эту святыню врагам, и это и было наше, что спасло нас, что покровительство Богородицы, вот именно из-за этой истории, из-за этого собора, из-за этой святыни считается наша страна и наша земля уделом Престой Богородицы, вот этот царь Вахтангур Гасали, который был великаном, при котором была аптекефальная стала церковь, когда его ранили, на поле битвы, стрелу сам он вытащил, рана не сильная была, но я успел подействовать, еще воевал, когда плохо стало, и он позвал сына, и знаете, какие слова он сказал перед смертью, что завещал, что не то, что живи долго, счастливо и так далее, наоборот, умри во имя Иисуса и найти смерть во имя Христа, вот такие сильные слова, что он не только для сына, для нашей нации, разве это не было вечное наше завещание, вот таким образом, так и жил, правда, наш народ, и правильно сделал наш патриар, что там, где мы видели, что там плита чуть большая, да, чтобы не топтать в могилу такого святого царя, но мы еще, ну, христиане ходим, понятно, но здесь вот откуда они приезжают, и не нравилось нашему патриарху, что все топтали в могиле такого святого царя, поэтому так сделали, да, царь Ираклиев II, я вам показывала еще второй надгробную плиту, где метчитов, это тот царь, кто подписал трактат между Грузией и Россией в 1773 году, очень любит его грузинский народ, он не таким великаном был, как другие цари, вот 2 метра, 2,18, 2,5, он был метр 70, вообще не маленький метр 70, потому что он с 12 лет воевал, и уже с 12 лет мальчик на поле битвы, уже с огромным мечом, вместе с отцом, когда сражался, и как с любовью его князи назвали, что вот это маленький кахетинец, в кахетии он оделся, так и назвала страна, народ, наша история называет его до сих пор маленького кахетинца, но этот маленький кахетинец в 75 лет еще воевал, в 75 лет еще руководил сражением, лучше, чем в своей внуке сражался, лично не то, что принимал участие, руководил каждое сражение, на деле было больше его 70 ранений, но ему досталось тоже самое такое ужасное эпоха, что мы говорили, что началось это в 16-17, это было уже начало 18-го, когда он стал царом Грузии, он еще так умно смог, что медленно и тяжело было, конечно, но он смог от иранской, от османской влянии освободить кахетинское государство, 70% Грузии опять объединил, он, знаете, как его отец и дед тоже были ввинутыми, признали вассалность, ирана вассалность, как, чтобы остановили их нашествие и набеги, но не просто так они остановились, Иран воевал против турков, и турки против них, и чтобы мы должны были помогать им, всегда должны были воевать и умирать наши воины на стороне Иранской империи, где Иран против туркова воевал, но зато иранцы не допустили, что Османская империя зашла в Восточную Грузию, вот в этом помогли царя Иракля, но со временем Иран потерял влияние, уже и Царская империя появилась на Кавказе, и Османе мешали им, а потом наш Иракль смог, Валерий Кахетинец сам от иранцев тоже освободить этот регион, Грузии, и чтобы Западную Грузию, тоже Южную часть присоединить, объединить к Грузию, поэтому подписал он трактат между Грузией и Россией, но в то время это было правильное политическое решение, а обоим нужно было остановить с османов, это было уже необходимо, потому что Османская империя покоя не давала многим, во время Русско-Террецкой войны, но по трактату было также подписано, что Грузии должны были оставить царя и патриарха, а вот, к сожалению, в этом было потом нарушение условий трактата, что Александр I не оставил царя и патриарха, но до этого нашествия закончили страну, опять Западную Грузию присоединили, также с помощью грузинских багратионов и царей, царская империя завоевала Северного Кавказа, остановили иранцев, турков, это вместе воевали вообще, вы же помните, наших багратионов тоже какими полководцами, генералами стали, как служили императорам против, Наполеон напротив, но во время Русско-Турецкой войны тоже очень многие багратиони воевали, там написано на некоторых плитах, что вид в Галинице, Гермейц, это после того, как уже монархию не оставили, с первым это вызвало большую недовольность народа и багратионов, были восстанили тоже, потому что вдруг без патриарха, без царя остались, чтобы их успокоить, исправить отношения, потом предлагали им титули и звания великих князей, награды, такие привилегии, но согласились, остались, вели силе в России, служили императора, кто были против, что таким образом, страна потеряла газ, заслужили за автокефалию, они с 19-го перешли в эмиграции, и сейчас их много, они вернулись, иногда прямо в этом соборе можно увидеть их венчание, крещение, их хоронят тоже, все с багратионов похоронили в 92-м, в 98-м году, в 98-м году тоже похоронили, последное захоронение пока есть у нас, в 2008-го года, есть наследники у них, так что их династия продолжается, потому что у них очень такое близкое происхождение, они из семейства, искали на Давида и Соломона, не только как правители Грузии, как из семейства Давида и Соломона, библийской крови происхождений, во всем мире это была очень почитаемая династия была, и умная тоже, они долго, правда, 12 веков нигде не повторяется, что ответ династия так не прилипно правила страну. Еще что хотела вам сказать, что вот эти, про евреев хочу еще вам детально рассказать, что вот как это произошло, когда в 6-м веке до нашей Иерии фавилонский царь, на Бухо-Доносор, завоевали израила, изгнали их из страны, вот еще тогда они появились в Грузии. Как мы говорили, древняя аншета была в пустуру, но здесь поблизости, чуть на север, так на сапад, здесь был еврейский квартал, и здесь они решили жить, остаться и поселились вместе с нами, потому что никогда не было агрессии, и в Грузии, но в Грузии, правда, многосепременный народ, евреи тоже этого признавали, и признают, что вторую родину называют Грузию, да, после освобождения Израила многие обратно возвращаются, то остались и продолжали жить. Вот эти оставшие потом имели регулярное отношение, связь со своими народами Израила, и таким образом, первые христиане в Грузии были евреи, первые они узнали про свисток, и они до нас, и до всех, они признавались, что в этом городе, когда был у них праздник в лесах или собрание в Синедрёна, или какие-то важные такие события происходили, обязательно отсюда тоже кто-то должны были отправлены. Они очень редко ездили, но раньше, когда ездили, так узнали они, что места признавали народ, любили его за ними, ходили про его чудес, рассказывали здесь, когда возвращались своим родными, родственникам, но вдруг, когда уже была напряженная ситуация, обстоятельства такая, что уже, ну, хотели священники избавиться от него, и собирался Синедрён собраться, чтобы принимать решение, предупредили из грузинской диаспоре евреев тоже, потому что это была колена Давида, колена Вениамина, Иудова, колена Рот, которые один из главных колен, близких еврейских колен, да обязательно должны были они тоже в этом собрании принимать участие. Ну, они очень поздно дошли до Иерусалима, но ничего плохого не успели, не приняли участие, но уже было всё решено, и не могли ничего изменить, так как, мы знаем, всё было уже решено, это уже формально назначили суды собрания, когда передали римлянам и начали ну, газ, распятие, после распятия, как мы знаем из Библии, что верхнюю одежду разорвали на четыре части, но хитон, который был вязан рукой Богородицы, сели неразделим, когда не могли этого разорвать, и жеребе бросали, вот тогда они тоже посмели поблизиться, это же сами римляне, кричали, издевались над этими, и кто копьё, кто венец, хитон, плащеница Риза на четыре части разорвана, копьё в Армении, плащеница Виталия, одна часть Ризы находится в Москве в храме Христа Спасителя, как мы знаем, Михаил Романов выкупил от иранского шаха в 17 веке, а у нас хитон, который вот, длинное деяние, вы прекрасно знаете, то, которому он нёс крест на Голгофе, был перенесён, а здесь, как мы этого, это вы уже рассказали, что у входа города встретила Ихсидония, как она обняла деяние, что умерла на месте, хитиня, захоронена мантия пророка Ильхи. Если здесь поблизости, был еврейский квартал, ещё до нашей ели, древние евреи, которые жили здесь, они решили, чтобы, когда-пока они не знали, в каких отношениях будут с местными сечниками, в первую очередь, здесь мантию спрятали, решили, что это вечно хранить под землёй, около колодца, который всегда на том же месте находится, часто собирали здесь, было это для них святое культовое место, было, и вот видите, какое интересное место, основание, что бывшее еврейское святое место, потом самое главное святое место стало для христиан, а ведь для нас, где в одном соборе объединяются старого завета святения, мантия, и нового завета реликвия хитиня, святое Христа, вот поэтому говорят, что как Иерусалим, такое особенное святое место, да. А что касается часто этого распятия, фрагмента этого, мы рассказали, что этого, когда император Константин отправил к нам священников для крещения народа, для освящения основания церкви, вот тогда они передали нашему царю Миряну эту реликвию, и с тех пор находится здесь святое Ховели, да. Фрески раньше все расписано было, но, к сожалению, рост везде была уничтожена, где красили известью, как и у вас тоже делали, но жал, что не только во время атеизма, так же во время царской империи экзархов, когда они уже, ну, не оставили патриарха, и начались такие грубые, такие репрессии в наших церквях, да, ну, нужно было реставрации, в очень плохом состоянии были, но на месте реставрации закрыли известью. Известь так долго осталась над фресками, что когда пришла эпоха революции атеистов, они еще совсем не захотели, что они сказали, что известь так долго была над фресками, что, наверное, ничего не осталось, и приказали убрать и снять все с афарами, с молотками, убрали, была уничтожена, к сожалению, большая история, не только здесь, во многих соборах, но потому что храм под защитой ЮНЕСКО, новая реставрация, новая, ну, как, новое, современное нельзя, но то, что есть, этого иногда проводят консервацию, чистят, укрепляют от бактерий, так же, как снаружи, смотрите, между камнями кладку укрепляют от семента, от лишних, что уже падает, фрагмент этого песчаника, от этого очищают и новый смесь, специальный клей спускают между камнями, в некоторых фасадах этого очистили, уже видно, купол закончили недавно, говорят, что каждый камень будет так укреплено, это же не только нам предложить, мировое осознание, сооружение, да, а вот там, где вот реставраторы открыли сейчас, под сводом, видите лестницу, это как раз оттуда, где мы говорили, что за дверью можно подняться, оттуда можно было спуститься, и вот сейчас, смотрите, эти кругленькие окна, маленькие, или некоторые узкие в углах, не все эти окна видны изнутри, этого многие наши грузины не знают до тех пор, и сразу догадался Тамерлан, он был таким умным, что первый, кто нашел, к сожалению, тех комнат, был Тамерлан, после, пять раза на шесть, он восемь раз напал на нас, но здесь был тоже пять раз, нашествует Тамерлана, как храм стоит, это удивительно, то, что золото забрал, да, сильно пострадали, как рассказывают летописи, после нашествия Тамерлана, камень на камне не оставлялся, убивали, уничтожали, он заставил северного Кавказа принять ислама, а за нас, про нашу говорю, что за народ, что умирают и не принимают ислама, но, когда он с лиса, и с лиса, и больше, и больше, беспосадочно, и агрессивно он тоже геноцид устроил, прямо вокруг нас всех, но Грузию не мог сломать, признали, того уже старик, 17 лет продолжали всего нашествия, представляете, за 17 лет восемь раз напал на нас, и сильно пострадала Грузия, и все народы тоже, конечно, вокруг, во время нашествия, Тамерлана, да, когда построили храм, снаружи тоже, видите, изображение, где орел, голубь, глаза, вот и декоративные такие символики, но у нас есть еще изображение руки мастера, рука как отрубленная, это символ руки строителя, вот видите, вот как над окном большим орел, а висши орла, рука с угольником, и там фамилия написана, рука раба Божья, отрубленная, молитесь за него, чтобы надпису выковечило имя строителя храма, говорят, Иван Груз не ослепил, архитектора в Чехии, говорят, скали сбросили, в Индии, говорят, всех убили, после Тачмахала, несколько тысяч рабов и мастеров, на Грузии не видите, как гуманно, только одну руку отрубили, не всех мы убили, да, но ни у вас, и ни у нас, и нигде это не доказано, но народ почему-то любит таких легенд, трагизм, драматизм, очень нравится людям, да, вокруг ограда, видите, уже другой кладки, когда все было разрушено, этого восстановил царь Иракли II в XVIII веке, а в этих башнях, в стенах сейчас, внутри Келии, здесь монахи живут, орхитральный собор, и мужской монастырь тоже действует одновременно, когда храм закревается, еще ночью они выходят, еще вот сегодня в 11 часов, за священие будет, не знаю, кто проводит, не надо спросить, вот в церкви храма Груба Господня ночью тоже проводят, ну все их хотят, сегодня тоже, каждую субботу проводили, но отец Илья чуть-чуть болел, ну не знаю, он сейчас сможет или нет, отец Илья проводит. в 7 часов вечера он выйдет на субботу, да, в 7 часов, после службы, после службы, да, отец Илья, очень известный, у нас человек, отец Илья, вот это вот бывший сам министр внутренних дел, прищепотнаде, да, он тоже очень серьезный человек, сильно грамотный, образованный, так что, юши генерал, как я бей юрист, очень серьезный человек, кайком партии, представитель, в общем, где не работало в советское время, да, но он еще, знаете, были последние, кто потеряли Сухуми, покинули, они живые, вышли оттуда, но этого он сильно переживал, ну, их там расстреляли тоже, да, и он после смерти Жени, потом решил стать монахом, он на церковно-славянском, тоже читает и венчает, или крещение, если вот, просят и желание, да, это единственный, кто у нас читает на церковно-славянском, английский тоже знает чуть-чуть, но грузинский знает и знает, да, вот такой у нас, вы увидите и познакомьтесь, и вам очень понравится, ну, нет такого священника, скажите просто. Вот у меня такой вопрос, вот такая лекция у вас. ну, вот так вот, я думаю, проходит, думаю, Продолжение следует...